Создание офшорной компании. В 2017 году это законно. В этом видеоролике поясняется актуальный правовой статус офшорных компаний. Вы узнаете, что необходимо сделать, чтобы ваша легально учрежденная офшорная компания сохранила законный статус и соответствовала требованиям, предъявляемым налоговыми службами. Здравствуйте, я Энцо Капутто из SwissBankingLawers.com. В классической офшорной компании нет персонала и офисных помещений. Она представляет собой исключительно механизм инвестирования и используется для того, чтобы банковский счет был открыт не на ваше имя, а на принадлежащее вам юридическое лицо. Классические офшорные компании использовались для того, чтобы скрыть выведенные из-под налогообложения денежные средства и сохранить их вне пределов досягаемости органов страны, в которой проживают владельцы этих компаний. На протяжении десятилетий эта бизнес-модель использовалась швейцарскими банками и организациями. Теперь ее использование стало бессмысленным. Больше нет возможности не платить налоги. С введением автоматического обмена информацией использование классических офшорных компаний утратило смысл. В 2014 году в Берлине более ста стран согласились обмениваться конфиденциальными сведениями о клиентах банков в соответствии с единым международным стандартом по обмену налоговой информацией. В Швейцарии невозможно открыть банковский счет офшорной компании, если денежные средства не соответствуют требованиям, предъявляемым налоговыми службами. В Швейцарии хранение выведенных из-под налогообложения денег считается незаконным. Швейцарские банкиры получают вознаграждение, если им удается убедить клиента участвовать в программе добровольного раскрытия информации и легализовать свой счет в швейцарском банке. Сама по себе офшорная компания не является незаконной. Но открыть для офшорной компании счет в банке невозможно. Не следует доверять агентствам, оказывающим корпоративные услуги, которые предлагают клиентам приобрести офшорные компании, имеющие счета в швейцарских банках. Этот подход не даст нужного результата. Классическая офшорная компания не поможет обвести вокруг пальца налоговика можно абсолютно законно учредить компанию, например, на Мальте, и обеспечить ее персоналом и офисными помещениями. Если вы действительно ведете коммерческую деятельность на Мальте, вам необходимо иметь реальную компанию в этой стране. Налогообложение на Мальте весьма привлекательное. Ставка налогообложения на Мальте составляет всего 5%. Это очень неплохо. Можно совершенно законно учредить на Мальте компанию и платить всего 5% налогов. Но воспользоваться благоприятным налоговым статусом Мальты не так-то и просто. Чтобы учредить компанию с благоприятным налоговым статусом, соответствующую требованиям налоговых служб, вам необходима квалифицированная консультация, а не услуги агентств, настойчиво предлагающих сомнительные решения. Не доверяйте агентствам, предлагающим приобрести офшорные компании. Они не обладают достаточным опытом в вопросах налогообложения. Цена ошибок, совершенных в процессе учреждения компании, может быть очень высокой, поскольку созданная структура может не дать вам преимуществ, на которые вы рассчитывали. Мы откроем для вашей компании банковские счета и представим новую структуру банкам. Если вы занимаетесь международной коммерческой деятельностью и хотите сэкономить на налогах, чтобы свести к минимуму их воздействия на ваш бизнес, просто позвоните мне на указанный ниже номер. Созданные нами компании будут работать, и вы законно сэкономите на налогах. Компании, которые мы создали, получили широкое признание. Будьте богатыми и оставайтесь богатыми. Прекрасного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин